27 новых деревьев теперь украшают парк «Сказочный» на улице Черняховского в Ходькове. Клены, каштаны и рябины появились по запросу, который жители направили в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия». В общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» проводят приемы депутаты всех уровней, представители исполнительной власти. На прием приходят жители с определенными вопросами. И наша цель – это положительно решенные вопросы. Парк «Сказочный» открыли этим летом, и он сразу стал одним из самых популярных мест отдыха у взрослых и детей. Тем более, что в проекте парка были учтены все пожелания жителей – от игровых комплексов до футбольного поля. Очень интересный, очень хороший. Мы все уже тут побыли, посмотрели это все, с детьми здесь уже давно играем, но не было зелени. В летние жаркие дни было очень жарко, и негде было укрыться от солнца. Поэтому было принято решение посадить деревья. Также установлены на опорах камеры безопасного региона для того, чтобы предотвратить возможные случаи вандализма. В целом, я считаю, что проект благоустройства этого парка был достаточно успешным, и мы видим, что жителям он нравится, он пользуется популярностью. Здесь постоянно много детворы. Еще один из запросов местных жителей в приемную партии – да оборудовать детскую площадку во дворе дома номер один по улице Черняховского. В 2019 году были установлены элементы, сделано твердое покрытие. В этом году мы сделали уже мягкое покрытие, и нам остается только сделать ограждение и установить еще дополнительно три элемента. Работы проведут уже в следующем году. Депутаты держат объект на контроле. Наш совет дома существует уже восемь лет. Мы работаем в тесном контакте с депутатами, и за все это время они ни разу от нас не отвернулись и ни разу нас не подвели. Вот такая у нас опора. Поддерживают единороссы и культурные инициативы в Ходькове. Депутаты дружат с музеем «Детский народный календарь», который работает в просветительском центре имени Аксакова «Аленький цветочек». Здесь детей знакомят с народными традициями, играми и игрушками. Хотим посмотреть, как наши ребятишки занимаются. Сегодня здесь проходит мастер-класса под руководством Антоновой Ирины. Проект «Детский народный календарь» был создан по методикам Галины Львовны Дайн. Мы пользуемся книгами Галины Львовны Дайн, всем, которые изданы. И по этой методике занимаемся с детьми дошкольного и школьного возраста. Мы делаем народную игрушку на основе мотанки, просто кукол, которая не шьется, а делается из лоскутов и мотается ниткой. Это, например, образец из музея «Лошадка». А мы будем делать с детишками коз. Еще одна гордость Ходькова – это школа танцев «Гран-Па» культурного центра Елизавета Мамонтова. Школе в этом году исполнилось пять лет. Здесь занимаются более двухсот детей. «Гран-Па» участвует в фестивалях и конкурсах. В копилке коллектива – 26 гран-при, в том числе и на международных конкурсах. Конечно, эта школа – одна из ведущих и в нашем округе, и на областном уровне. Художественный руководитель Юлиана Гарифова и ее мама являются основателями и вдохновителями этой школы. Доказательством успехов их являются вот кубки, которые стоят справа от меня, вы видите. Со своей стороны депутаты готовы оказать любую поддержку талантливому коллективу, как в рамках работы приемной партии «Единая Россия», так и непосредственно в ходе личных встреч. Екатерина Фурсова, Михаил Климов, программа «События».